В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве коллеги из Северокавказского федерального университета делятся опытом с коллегами Юго-Асетинского государственного университета. Курсы повышения квалификации от специалистов Северокавказского федерального университета в Юго-Асетинском государственном университете проходят по нескольким направлениям. В частности, для преподавателей кафедры математики и физики по направлению «Математический анализ применений в решении прикладных задач», преподавателей кафедры инженерно-технических дисциплин по автокаду, преподавателей кафедры международной журналистики по конвергентной журналистики, преподавателей кафедр английского языка и иностранных языков, инновационные подходы к преподаванию иностранных языков и одетехнологий в образовательной деятельности, и преподавателей кафедры уголовного права, уголовное право и спецкурсы, уголовный процесс и спецкурсы. Курсы, которые наши преподаватели прошли сейчас, они проводятся с КФУ в рамках полученного ими госзадания от Министерства образования и науки Российской Федерации. То есть эти курсы для нас абсолютно бесплатны, как для университета, так и для самих слушателей. При этом отрадно отметить, что несмотря на это, очень четко и подробно с нами советовались и обговаривались, по каким именно направлениям нас интересуют курсы, какие темы мы хотели бы рассмотреть и затронуть в рамках их проведения. И все наши пожелания были учтены с КФУ, и курсы были ориентированы именно на наши требования. Преподаватели приезжали, и занятия проходили у нас, офлайн, в наших аудиториях. Дальше для каждого слушателя создается личный кабинет, и занятия продолжатся дистанционно. Дальше они будут работать с каждым из слушателей в его личном кабинете. Будут высылаться материалы, будут высылаться учебные задания и тесты, и в случае успешного освоения всех этих материалов и в случае прохождения тестов наши преподаватели получат удостоверение о повышении квалификации. Еще один удобный для нас формат, который был на этих курсах. Студенты старших курсов, которые показали себя активными, заинтересованными в дальнейшей работе и в дальнейшей связи с кафедрой, им также разрешили проходить эти курсы. И они получат не удостоверение, а свидетельство о прохождении этих курсов, поскольку у них пока нет диплома о высшем образовании. В дальнейшем, когда они получат диплом, в Ставрополь они могут обменять свое свидетельство на удостоверение. За это мы тоже благодарны нашим коллегам из Ставрополя. В целом, наши преподаватели остались очень довольны проведенными мероприятиями. Очень часто формат курсов проходил в виде беседы и делились опытом не только преподаватели Ставрополя, но и наши преподаватели рассказывали о методиках, которые используются в нашем ВУЗе. И все преподаватели, которые к нам приехали по всем пяти направлениям, они отметили, что сами очень многому научились у нас. И отметили высокий уровень, что было очень приятно. Заведующий кафедрой журналистики СКФУ Андрей Горбачев с югостинскими коллегами пообщался не только по обозначенной теме. Разнообразный мисс журналистики увлек и в другие отрасли профессии. Это на самом деле арифметически высчитанная линия. Ширина соответствует количеству людей, тысяч в его войске. В завершении съемочная группа Йогу ТВ поинтересовалась, чем ему запомнится Южная Осетия и в частности Йогу. Я в Осетии первый раз. Я не был ни в Северной Осетии, ни в Южной Осетии. Поэтому у меня первоначального, вряд ли было какое-то первоначальное представление. Я даже не думал, вот какой я хочу видеть республику. Мне не с чем сравнивать. Но когда я увидел, начал знакомиться с людьми, познакомился с преподавателями Юго-Осетинского государственного университета, приятно удивлен, это не то выражение, которое может описать мое впечатление. Во-первых, классный специалист. Я говорю, что это очень круто, когда преподаватели, работающие со студентами, одновременно являются и практиками. Это замечательное качество, потому что мы очень часто слышим от представителей медиаиндустрии претензии к вузовскому образованию. И они состоят в следующем. Вы готовите специалистов, они потом выходят на производство, и мы их начинаем либо доучивать, либо переучивать, доучивать, и начинается весь этот перечень глаголов. У вас ситуация в вашем университете, вот судя по моему короткому, такому небольшому впечатлению, точнее говоря, короткому знакомству, ситуация обстоит иначе. Такой интересный, дружный, профессиональный коллектив. Мне очень было приятно работать. Вы знаете, это же было даже не повышение квалификации по большому счету. Я очень многое вынес для себя из общения. Поэтому первый раз, когда я пришел и познакомился со всеми преподавателями, я сказал, что давайте это превратим в полезное общение. Давайте вынесем из наших ежедневных встреч те моменты, которые вам потом понадобятся в вашей будущей работе. А вдруг вы сможете это применить? И вы сами поймете, да, классно, теперь я это знаю, теперь я это умею делать. Еще отличительное качество – добродушие, доброжелательность. И знаете, мне еще что понравилось? Такой умеренный, неторопливый ход жизни. Каждый занят своим делом, неторопливо, но профессионально все исполняет. Поэтому у меня самые теплые впечатления о республике, о людях, которые живут в этой республике. И, конечно, об университете. Как сказала проректор, когда знакомила нас с вузом, показывая нам университет, она сказала, что здание в период 2008 году было разрушено до основания. Здесь был только обгоревший остов, ничего не было. И вот прекрасное помещение, замечательная студия, в которой мы находимся. Мы были в музеях, я восхищен, какая инфраструктура здесь есть. Я думаю, что многие вузы могли бы позавидовать Юго-Осетинскому государственному университету такой оснащенностью.